Привет, друзья! В эфире Кулинарная Пропаганда и я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите рубрику Skills and Tools. Сегодня займемся филированием рыбы. Да, филе можно купить в магазине готовое, но я, например, не настолько богат, чтобы дарить неизвестно кому замечательные части рыбы. Посудите сами. Вот из этой тушки я сейчас получу два прекрасных филе, одно из которых засолю, а другое приготовлю на углях. Соленая рыба, на секундочку, в магазине стоит как минимум в два раза дороже свежей. И в качестве бонуса у меня будет хребет с целой кучей мяса, который пойдет на соусы, и голова. А голова семги – это совершенно замечательная уха. Для разделки рыбы на филе нам понадобится, собственно, сама рыба, острый нож, плоскогубцы и салфетки. Выбирайте свежую рыбу. Абсолютно свежая семга пахнет, как это ни странно, свежими огурцами. Мне, правда, такая попадала сразу, может быть, два или три. В любом случае, смотрите на жабры, они должны быть такие ярко-красные или темно-бордовые. Никаких белесых или бледненьких. И обращайте внимание на упругость тушки. После нажатия пальцем она должна восстанавливаться. Давайте приступать. Для начала делаем надрез в сторону головы, вот под таким углом. Доводим лезвие ножа до позвоночника и поворачиваем его. Лезвие, конечно, не позвоночник. Параллельно столу. И теперь ведем его вдоль позвоночника до самого конца. Брюшины лучше придерживать, приподнимать, чтобы случайно не срезать с ее внутренней стороны кусочки. Так, одно филе отделили, переворачиваем и проделываем ту же процедуру со вторым. Смотрите, на хребте осталось достаточно приличное количество мяса. Его можно оставить и варить из всего этого богатства уху, ну а можно отделить и получить основу для отличного соуса к пасте. Снимать это мясо удобнее ложкой. Чтобы хребет было удобнее укладывать в кастрюлю, разделю его на части. Резать надо понятно между позвонками. И не забудьте удалить из головы жабры. Горечь в бульоне нам ни к чему. Вернемся к филе. Для начала отрежем полоску с косточками спинного плавника и жировой плавник. Все это пойдет в уху. Теперь проделаем похожую операцию со стороны брюшка. Отрезаем анальный плавник, это тоже в уху. И отрезаем тиршу, брюшину. Она у лососевых и ситровых рыб очень жирная. И оставлять ее на филе, на мой вкус, не стоит. А вот если мы отрежем и снимем мясо со шкуры, то соус для пасты от нее только выиграет. Или еще можно ее засолить, к пиву. Теперь срезаем ребра. Филе почти готово. В нем остались только кости, которые идут вдоль средней линии тушки. Подниму их кончиком пальцев, вот так. И теперь в дело вступаю плоскогубцы. Это можно делать и специальными щипчиками, даже щипчиками для бровей. Выдергивать эти косточки нужно по направлению к голове, иначе можно повредить филе. В зависимости от ваших дальнейших целей в отношении этой рыбы, шкуру можно как снять с филе, так и не трогать ее. Я собираюсь приготовить лойму лохи. Интересно, что это такое? Не пропустите следующий выпуск. Поэтому ничего трогать не буду. Вот и все на сегодня. Подводя итог, если вам хочется, чтобы ваше благосостояние стало еще благосостоятельнее, покупайте не запчасти, а цельные тушки. Это касается как рыбы, так, например, и птицы. И пользуйтесь острыми ножами. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok